всем добрый день друзья вы на канале моя семья и сегодня илюха нам решил показать свои игрушки да илюшка игрушек у тебя конечно тут целая гора пакет полный ящичек этого коты как обычно по приходили куда же без котов и половина ящика так что будем высыпать ну давай высыпай вместе соберем давай что значит не могу давай куда что на кота ё-моё офигеть или не знаю как другие но ты счастливый мальчик у меня в детстве столько игрушек вообще не было со ха ха ну а теперь давай сортировать все как положено машинки у нас будет отдельно потому что машинах у тебя я там вижу очень много давай мы сейчас машинки все отсюда на диванчик выложим красиво сейчас фу друзья это только половина из этой кучи работа в том приколе папа возьмет лопату снегоуборочную будет снегоуборочной лопатой тебе игрушки убирать да что ты там смотришь мультик коты тут лазают непонятно какие вот друзья это мне говорит тот ребенок у которого нету игрушек как зайдем магазин папа папа купи игрушку рюша у тебя много игрушек нет у меня игрушек да и любишь нет у него всякие разные и бакуганы и модельки и тачки хоть wheels и полицейские сколько интересно и вот этих аж две штучки и пожарные автолестницы и люха сколько мы теперь посчитаем их сколько их у тебя тут всего давай начнем раз два три четыре пять фух сто шесть сто семь сто восемь сто девять сто десять сто одиннадцать сто двенадцать сто тринадцать машин илюша если ты мне еще раз скажешь папа у меня нету машин мы опять так все соберем на диванчик в кучу я тебе покажу сколько у тебя машин сто тринадцать машин о еще мопедик маленький вот маленький мопедик это вообще походу с киндер сюрприза мопедик вот такой вот интересненький ну а теперь сынок давай выставлять этот самый выставим сколько у тебя животных теперь будем смотреть на количество животных илюш иди давай давай иди будем выставлять животных вот друзья у нас какой зверинец и козы и коровы и птеродактили и какие-то неведомые нистовые существа и вот такие вот драконы серебряные крокодилы зеленые коровы черно-белые даже анаконда есть которая взяла себе в плен пингвинчика и теперь он не знаю как спастись а также друзья вот такой человек из стали а вы смотрите мультфильмы про супергероя напишите в комментарии какие именно спайдермен все тебе человечки лишь ты человечек солдатик а вот еще тоже немного конечно мне лишь если было их больше солдатиков папа в детстве любил солдатик играть когда маленький был 90 года где-то в 97 98 я играл солдатики вот такие вот точно у меня были солдатики интересный непонятно это он российский или немецкий не пойму вы как думаете пишите в комментариях с россии он или германии вот такой вот так и вот у меня драконов не было хочется такого живого завести лишь не так ребят ну смотрите раз уж и люха вам решил показать все свои игрушки то я вам покажу отдельно те ручки которые мы недавно ему приобрели начнем мы с вами с вот этой вот машинки вот эту машинку мы купили я знаю что открывать я сейчас покажу да я сейчас покажу давай с тобой создать все подрываем машина у нас конечно без названия вы видите название на ней нету но я так думаю что это скорее всего opel opel нашего opel я будем вот так называть нашего илюша пока мне подкрывается двери на грузовичем да пускай будет грузовичем у этого опеля у нас открываются дверцы как интересный задняя дверь открывается довольно вместительный можно положить давай давай другого тогда дядьку зачем-то закрывать ладно не буду я трогать твои дядьки они дорогие и закрываем плотненько все ребята узнаете так давайте посмотрим на примере теперь вот интересная тачка бмв бмв x5 хоть и говорят друзья что забыли чтобы вы плохая машина модель x5 производства у нас что у нас это дело это перевернем чтобы было видно x5 надо им чина ну конечно понятное дело что производства китай этого мне советская машина раньше были советские машины зелы делали вот там отбраны с хорошего металла и долго служили у некоторых семьях даже до сих пор такие игрушки хранятся у нас таких игрушек нету потому что когда мне было пять лет это был 95 год масса судьба игрушек не было той возможности не было игрушечки купить поэтому сейчас на верстываем упущенная элюшка как теперь у нас следующая на очереди нет это интересная машинка снимай как мазерати ухты машина называется мазерати и крутые колеса на дисках титановых гоночка спортивная какая там торпеда красивая это вообще две педальки коробка автомат зародки только есть автоматы фары такие крутые если что она конечно не светится ночью есть одна машинка которая нас любит светиться также заводится и горчать есть вам ее попозже покажу это мазерати гран турист туризма тоже производства китай так теперь возьмем порши поршик это не фланг пускай для тебя будет фараре а по факту это паша и вот это тоже хорошо значит будет две фараре салон у нас я понимаю с белой кожи обшиты белой кожей ну пускай будет обшиты белой кожи двери также одинаковые солдатик ночной опять также классный титановые диски есть тоже очень круто тоже класс производства парше панамера мады и чина производства мады чина теперь у нас хаммер хаммер самый крутящий хаммер хаммер вот это где мощная машинка смотри как эти хаммер ну баран кигнут, да, Тернас? тоже крутой хаммер хаммер х2сув производство китай папа санцы китай золото что конечно сзади не открывается но видим там у нас колесики запасные в серединке в серединке в серединке классный салон классный салон так вообще тоже кожаный я уверен вот так вот да да интересно где такое 4х местный задняя дверь конечно не открывается ну ладно ничего страшного а ты вроде там уже ручек ну и ребятки на очереди у нас идет советский автопром советский автопром Жигули ВАЗ-8207 я такой не знаю ну ладно так как его назвали значит будет у нас ВАЗ-8207 вот так двери открываются закрываются капот стандартная торпеда как на ВАЗ-2107 коробка механика Папа это не коробка механика вообще такое ощущение будто рулят газели газели вот такие мощные сиденья четырехместная машинка да ты что колеса тоже колеса но ребятки в ней одна есть очень интересная способность он делает вот так так Илюшечка тихо смотри смотри во заводится мигает сверкает да ты что вот это самая прикольная машинка которая из всех которая шумит а это твой дядька и все они ребятки как бы сказать инерционные что ли заводные раз и завелись и бум заведем на на спустим вот так вот и ух как рчет смотрите все машинки у нас в таких маках заводятся так же Мазерати ух Мазерати крутяшная Илюха у меня никогда не было таких машин что он не роняет ничего страшного извините что уронил ты посмотри вот друзья а ну Илюшенька принеси мне нам газель газель принеси там газель на диване у тебя лежит сложенная принеси нам газельку мы сейчас газелечку немножко посмотрим Илюш принеси газельку папе не ну принеси не ну а что друзья хочу сказать по этим автомобилям так это то что они все выполнены из металла что это очень даже хорошо вот они долговечные что Илюш не буду я бить твои игрушки о газельку газелька уже старая конечно убитая наверное 2006 вот она вообще 86 года так что ребят я всем рекомендую покупать именно металлические машинки за счет того что они долговечные это не пластмассы это металл сейчас она к тебе уступим сечкой ты садишь это не пластмасса это металлические машинки они качественные буду конечно тебе снимать они качественные и деткам будет тоже очень интересно в них играть и служит они вам гораздо дольше нежели допустим взять пластмассы вот это вот у нас газель квартирные товары велосипеды все для работы она конечно выполнена из пластмассы она уже еще работает пытается работать но я чувствую что уже скоро совсем скоро она не будет работать а колесики точно такие это не банка это газовый баллон это двое девочка а вот этот это свой напарник такой вместительный кузов у него у меня вот этот сделан конечно раньше были дверцы но Лука дверцы оторвал к сожалению одну дверцу оторвал вот еще она пократная одна круглая это бензобак Илюш она кстати тоже светилась ну да я сяду тут на стол попал ступи попал не мист а то я сяду о еще и о далее открываешь дверцы давайте покажу вам покрыть раз мигает уже не живая газель но ну живая есть какая там банка огромная там очень хочется машину вот так залить ну да взрослые торпезы крутые свети они хорошо и руль там еще есть закрываются и руль есть это друзья пластмасса конечно это пластмасса она недолговечная поэтому ребятки с моим деткам покупайте только металлические игрушки правда они конечно цене дороговастее чем допустим в качестве металл пластмасса сейчас будем твои снимать мне надо вот сюда коврик надо коврик зачем тебе коврик вот так что покупайте деткам только металлические машинки вот они прослужат дольше и деткам будет веселее в них играть ну друзья Илюшка мне тут понаносил солдатиков машинок своих металлических понаносил одинаковых так что ребятки если вам было интересно видео подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте и ждите новенькие видео сегодня будем с Илюхой вечером придумывать кучу игрушек собирать лего города ну и играться так что друзья всем всего наилучшего и до скорых встреч ждем вас на канале